Продолжение следует... 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 Сядьте здесь, пожалуйста. Что случилось, Энди? Эта клиентка решила не оплачивать покупки. Я всё видел. Я за ней наблюдал у входа. Нет. Простите, но это неправда. Хорошо, о чём речь. Прошу прощения. Сэр, но я не закончила с покупками. Я нечаянно вышла, не заплатив. Я просто хотела проверить, как там моя собака. Я её напротив входа привязала. Мистер Хант, тут всё очевидно. Сэр, ваш работник всё не так понял. Правила для всех одинаковы. Если нет денег на собачью еду, то и собаку заводить не стоит. Энди. Сэр, я просто сделала ошибку. Мне очень жаль, что так случилось. Это больше не повторится. Мне действительно стыдно. Дело не в еде. Надо показать пример, правда? Я не могу быть примером, сэр. Я же не местная. У нас есть правила, мэм. Здравствуйте. Это Энди Муни из магазина «Джек» с улицы Ломбард. Сэр, у меня собака перед входом привязана. Сэр, моя собака осталась привязанной на улице. Сидите спокойно. Лицом вперёд. Налево, повернитесь налево. Лицом вперёд. Я могу забрать мою собаку? Этот агрегат меня доконает. Придётся всё повторить сначала. Лицом вперёд. 50 долларов. Простите, что? Можете заплатить штраф сейчас, а можете вернуться через две недели на судебное слушание. Тогда заплатите 50 долларов плюс судебные издержки. Но я здесь не живу. Я здесь проездом. Если вас задержат в другом штате, то вернут к нам сюда. Можете воспользоваться кредитной карточкой. Наличные. Выбор по интернету в супермагазине мирматрасов.com Мир матрасов. Клакмас, Бивертон, Джансен Бич, Танос Борн. Центр города на углу 18-й и Барн Сид. 122-й и Глиссан, Камби и Салем. Мир матрасов. Никогда не поздно спать, как младенец. Мир матрасов. Мир матрасов. Нет. Продолжение следует... Люси! Лу! Вы не видели здесь собаку? Простите, вы не видели собаку? Она утром была привязана прямо напротив, такая золотисто-желтая. Такая типа немецкой овчарки. Небольшая, золотисто-желтого цвета. Я, кажется, видела, как какую-то собаку забрали в белый фургон. В котором часу? Около полудня. Полудня. Да ты работать начала после двух. Может, это и позже было. Простите, белый фургон – это тот, что бездомных собак собирает? Я не знаю, я могла и перепутать. Да, она ничего не видела. Люси! Лу! Люси! Ко мне, Лу! Люси! Люси, выходи! Ты что здесь делаешь? Ищу мою собаку. Она пропала. Надеюсь, счастлив. Люси, выходи! Люси! 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 Ну давай, девочка, выходи! Не прячься, Лу! Лу! Чудесного вечера! Наслаждайтесь! Ваш сынок прям настоящий герой! Люси! Выходи сейчас же! Люси! 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 Вы не видели мою собаку? Нет, с утра не видел, так же, как и тебя. Этот гараж когда-нибудь открыт? Обычно да. Тут есть где-нибудь приют для животных? Да, здесь недалеко. Всё нормально? Да, нормально. Мне надо срочно туда попасть. Это просто. Вот по этой улице, прямо по ней, не сворачивая, и до конца, а потом направо, и ещё где-то 3 мили. Ну, или около того. Ты что, собаку потеряла? Да. Похоже, что так. Очень жаль. Где-то поблизости? У этого магазина. Джекс? Уверен, её просто кто-то забрал. Она тут поблизости. Меня довольно долго не было. Уверен, что не настолько. Найдётся. Ладно. Значит, по этой улице до конца, а потом направо, так? Да, но они, скорее всего, уже закрылись. Лучше до завтра подождать там, на углу четвёртый автобус останавливается, с шести утра ходит и прямо до места довезёт. Я, пожалуй, сейчас туда пойду. Там уже закрыто. Ну, а что же делать? Если она там, то и утром тоже там будет, правильно? Проведёт там ночь, и ничего плохого с ней не случится. Тут неплохая гостиница есть, чуть дальше по дороге Палмс называется. Там хорошие, чистые комнаты. А я дам тебе знать, если что-нибудь увижу. Алло. Привет, Дэн. Венди? Подожди секунду, я телевизор убавлю. Где ты? В Орегоне. Дождливо? Ну да. То льёт, то перестаёт. Что случилось? Ничего. Просто позвонила. Просто. Ничего. У меня машина сломалась. Я даже не знаю. Тут так всё плохо. Люси пропала. Не могу её найти. Кто это? Твоя сестра. У неё машина сломалась где-то в Орегоне. Привет, Дэн. В Орегоне? И что она от нас теперь хочет? Ничего. Я просто так звоню. Она просто так звонит. Мы ничем помочь не можем. У нас совсем нет денег. Я ничего не хочу. Я просто позвонила. Я потом с тобой поговорю, когда вы с Дэном закончите. Пока, милая. У тебя всё в порядке? Да, всё отлично. Ты занят сейчас. Я тебе потом позвоню. Попозже. Хорошо. Если всё в порядке, увидимся. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Лу. Лу. Люси. Люси. Я там типа только один белый оказался. Вот это странно. А чё девка тебя так ненавидит? Я в школе Мэдисон группу поддержки видел. Прикинь, у них там одни толстые коротышки. Чувак, тётка в машине спит. Твоя мать такая усталая. Она типа всегда такая. Одну минуту. Одну минуту. Субтитры сделал DimaTorzok. Здравствуй, Майк. Какова ситуация с пробками на наших дорогах? Небольшая активность на северо-востоке, 53-я авеню между Глиссен и Ирвин. К сожалению, она закрыта. Она средних размеров, весит 39 фунтов. Золотисто-жёлтого цвета. Кличка Люси. Я оставила её привязанную у магазина, а когда вернулась, её там больше не было. Не вижу ни одного похожего описания. Но всё равно, давай внутри посмотрим, мало ли что. Пойдём за мной. Там, прямо за углом. Иди посмотри. ПОДПИШИСЬ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сука, собака стерилизована, хозяйка Венди Кэррол Хорошо, а адрес? Телефона тоже нет? Нет. Ну, сейчас нет. Я просто мимо проезжала. А предыдущий адрес у вас есть? Есть адрес моей сестры с мужем. Они живут в Восточной, 73-й Джексон, город Минси, Индиана. 47-603. Может, этот адрес записать? Хорошо. Скажите, вы её быстро найдёте? Ну, звони нам периодически. Хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, не думаю. Установи вольтметр на начало шкалы, понятно? Теперь проверь напряжение на всех клеммах. Вольтметр покажет чуть меньше 14-ти. Он должен показывать 14-ти вольт, понятно? Если показывает меньше 12-ти, то это уже проблема. Хорошо. Вот что сделай. Включи обогреватель. Включи обогреватели на окнах. Радио тоже включи и жми на газ. Короче, включай всё, что есть, заводи мотор и жми на газ до упора. Если вольтметр меньше, чем на 14-ти, то твой электрогенератор, скорее всего, пора менять. Понятно? Удачи. Что у тебя? Говори, я слушаю. У меня, кажется, ремень полетел. Что? Приводной ремень. Мне кажется, у меня приводной ремень лопнул. Да ну. Приводной ремень? Да. Мне один парень в Солт-Лейк-Сити сказал, что он, похоже, износился, и новый где-то 150 долларов будет стоить. Ты кондиционер включала по дороге? Мотор не чихал? Фар шёл из-под капота? Нет, просто не заводится. И какой-то ужасный звук при этом издаёт. Что? Парень, ты мне все мозги вынес. У меня уже крышу от тебя сносит. Хорошо, вот что я тебе скажу. Да, да. Да. 50 на торговой выставке. Нет. Это всё, что было. Да, да. Я же сказал, ты меня уже достал, парень. Хорошо, ладно. Увидимся. Договорились. Что у тебя за машина? Хонда Аккорд. 88-го года. Вон там стоит. Ну? Приводной ремень поменять несложно. А вот не пойму, почему зажигание не срабатывает. Да кто его знает? 100 баксов. Может, 125. Если это заказывать придётся. Надо в запасах порыться. Ну, ещё 50 за работу. Дешевле не найдёшь, я гарантирую тебе. Хорошо. А этот зубчатый ремень, он сколько стоить будет? Скорее всего, дороже. Но для начала надо посмотреть. Хорошо. И ещё нам придётся подогнать её сюда. Это ещё 50 сверху. Но она же рядом стоит. Буксировка всегда полтенек. От расстояния не зависит. Фиксированная цена. Ладно, сделаю скидку. 30 баксов. Да? Да? Продолжение следует... 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 Да, спасибо. До скольки вы сегодня работаете? До восьми вечера. С восьми до восьми. Скажу честно, это лучше, чем моя предыдущая работа. Там всю ночь сторожить приходилось, и без выходных. Здесь ведь почти нет работы, да? Да. Я так бы и сказал. Даже не представляю, чем люди целыми днями занимаются. Тут раньше фабрика была, но её закрыли. Всё равно работу не получить, если, как у меня, нет ни адреса, ни телефона. Если нет адреса, то и другой адрес не получить. А если работы нет, то и другую работу не получишь. Замкнутый круг. Вот я и решила на Аляску податься. Слышала, там как раз такие и нужны. Говорят, там очень красиво. Да. Если тебе нужен контактный телефон, для приюта, например, я тут всё равно весь день торчу. Дай им мой телефон, если хочешь. Спасибо. Я так и сделаю. Так будет лучше. Спасибо. 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 Продолжение следует... Пожалуйста, помогите. Это ты свою собаку потеряла? Плохо. А где ты её потеряла, не знаешь? Ну да, если бы знала, наверное, и нашла бы уже. Да, похоже, что так. Совсем плохо. Но если увижу её, то позвоню, удачи. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Есть новости? Нет. Твою машину откатили час назад. Знаешь, я тут вспомнил, как в детстве на охоту ходил. Гонча иногда могла убежать далеко и потеряться. Так мой отец оставлял в лесу свою куртку в том месте, где мы в последний раз её видели. А после ужина шёл туда и возвращался уже с курткой и собакой. Такая история. Можно, я ещё раз позвоню? Конечно. Спасибо. Здравствуйте, я по поводу собаки, той, что в розыске, по кличке Люси. Да, извините, я просто отходила от телефона, вот и решила проверить. Хорошо. Спасибо, до свидания. Вы сказали, что собака может к одежде вернуться. Да, именно так. По крайней мере, я так помню. Спасибо. Спасибо. Люси! Люси! Лу! 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok